И вот сегодня поднимается проблематика о том, что индивидуальная собственность, она, как Евгений Ефимович говорил, достаточно мало где зарегистрирована непосредственно. И несмотря на то, что у некоторых предприятий, может быть, и имеются какие-то изобретения, они не зарегистрированы. И если они зарегистрированы, встает большой вопрос оценки их и дальнейшего использования. В частности, для кредитования непосредственно и, в частности, инструментов налоговой оптимизации. Если говорить о том, что проведение непосредственной ментализации качественной, регистрация объектов, их оценка ограничена временным периодом, то здесь как раз-таки наша задача информировать все предпринимательское сообщество о том, чтобы это непосредственно осуществить, пока есть такая возможность. Это вот первый аспект, касающийся. Второй аспект – это то, что многие непосредственно используют инструменты интеллектуальной собственности, которые представлены в виде, в частности, различных патентов, и в том числе даже товарные знаки для инструментов налоговой оптимизации, которые могут быть не совсем легальны. То есть, в частности, когда сам патент, например, он может отсутствовать, то есть самоизобретение, его ценности, уникальность, какие-то пустые, они могут быть непосредственно, но зарегистрированы, и множество спортов по этому вопросу. Основная концепция заключается в том, чтобы доказать, что те патенты, которые есть, они непосредственно используются на предприятии, что они приносят экономическую выгоду, потому что если они приносят экономическую выгоду предприятию, если они способствуют его развитию, то их регистрация, их должная оценка, они, естественно, выступают таким инструментом, который позволяет оптимизировать потоки, защитить имущество предприятий, позволять ему существовать. В частности, за счет привлечения ресурсов каких-то кредитов, за счет того, что выстраиваются оптимальные потоки движения денежных средств в группе компаний, и тем самым сохранять это имущество. Отдельные вопросы, касающиеся сложности представления этого имущества непосредственно под залог, это отдельный объект сложный, который также непосредственно связан с вопросами налогообложения. Если вообще говорить о вопросах налогообложения, то количество споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности в этой сфере, оно достаточно небольшое относительно других, и все-таки оно связано с тем, что возникают несколько моментов. Во-первых, это стоимость непосредственно. То есть, если мы говорим о товарных знаках, то это о франшизных каких-то договорах, то это непосредственно сумма, которая выплачивается в качестве роста. То есть, здесь очень большие вопросы возникают у судебных органов, у налоговых органов, к тому, какая же оценка посвящена. Второй объект, это касающийся непосредственно того, насколько этот объект интеллектуальной собственности фактически используется на предприятии, и может быть отчужден от него и используется на другом предприятии. Это как раз такой момент, который тесно переплетает непосредственно с кредитованием, поскольку в кредитовании, вот это залог представления его, очень важно именно отчуждение этого объекта, и чтобы понимать, что этот объект может использоваться не только конкретно на одном предприятии, а что его результаты могут приносить выгоду еще иным участникам рынка непосредственно. То есть, здесь это очень важный аспект. И с точки зрения споров, которые имеются в налогообложении, в частности, в Республике Патерстан, достаточно большое количество споров, касающиеся вопросов налогообложения интеллектуальной собственности, использования их в схемах оптимизации, потому что в Республике, как бы, все-таки передовые технологии используются, это является положительным моментом. Но здесь важно понимать, да, это оценка, это реальное использование, и даже если непосредственно, вот как уже непосредственно обозначалось, да, что встают проблемы того, что, например, объект интеллектуальной собственности зарегистрировано на одной лице в группе компании, фактически его используют другие лица, да, то есть, там, различные договоры, аренды, и стоит вопрос передачи его, да, потому что очень много споров, касающиеся, что, например, зарегистрировано на индивидуального предпринимателя, индивидуальный предприниматель передает его, там, это право непосредственно продает за какую-то условную недорогую оценку, там, 10 или 100 тысяч, а за тем, кто получает роялти много миллионные, да, и вот есть практика непосредственно, которая оспаривает вот эту оценку связанную с суммой передачи, да, по какой стоимости передается право, и непосредственно суммы самих вознаграждений, которые заплачиваются. Здесь самое главное, это непосредственно доказать, что этот объект способен приносить какие-то выгоды, да, и, естественно, это должна быть сразмерность, то есть, объект, который приносит пользу, который говорит о том, что, там, возможно, использование каких-то технологий, каких-то ресурсов, он, естественно, должен приносить качественный эффект и должен быть оценен должным образом. Это вот те моменты, которые существуют, и здесь главный принцип, касающийся вот с точки зрения непосредственно налогообложения, это то, что объект должен приносить экономические выгоды не только непосредственно тому, на кого он зарегистрирован, а чтобы он мог приносить и ныне эти доходы. Потому что вот здесь плечевая сложность, да, его и его обучие о том, что объекты, которые непосредственно просто относятся к активам. Это оценка и непосредственно, чтобы эти экономические выгоды приносились, да. И в этом случае, да, что, если, например, группы компаний они будут зарегистрированы на аффилированные лица, это не является каким-то, там, ну, фактором, который позволит, например, оскориться, привести к каким-то данным числению. Поэтому, если есть представители, да, непосредственно малого-среднего бизнеса и нужно приносить реализацию, то этим вопросом нужно заняться, пока у нас такая возможность зарегистрировать на посреднике все и использовать их не только с точки зрения инструментов налоговой организации, а с точки зрения возможности кредитования и залогов по имуществу. Спасибо. Что вы имеете в виду по регистрации? Да, да, да. Потому что у нас есть экономическое решение, которое способно правовое право, когда мы получаем активность, то есть регистрация, у нас возникает исключительное право. То есть возникает у нас противность. Соответственно, исключительное право мы можем отразить составление материальных активов, то есть у нас получается наболось. Что вы имеете в виду по регистрации? Это основание постановки на учет. Кроме того, если мы говорим о ноу-хау, которое у нас непосредственно сложности с тем, как определить его, так как мы можем отразить. Ноу-хау тоже возможно непосредственно использовать в качестве налогообложений, в схемах непосредственно налогообложений вот тоже возможно использовать. А цены как определить? А цены как определить? Ценой здесь вот как раз таки стоит. Вот то, что опять 200 тысяч, это вопрос оценки. если мы говорим об использовании получения актива постановка чтобы была польза для другие извлекали курса она должна быть наша и у нас также положение предусматривает то что мы предполагаем извлекать выгоду в будущем потому что нас есть масса изобретений которые на сегодняшний день невозможно применить силу технологических процессов но которые для нас интересны в части защиты нашего бизнеса то есть как стратегическое решение и в части развития будущего нашего бизнеса я только по регистрации я извиняюсь только кредитовать таких не дадут на ваше мнение с точки зрения налоговых рисков при обморожении при обществе налоговложения если такие риски взял прощенчиков посмотрите с точки зрения того как они будут обнаружены вот так если вы сами непосредственно их обнаруживать вы должны зарегистрировать и у вас возникает соответственно налог на прибыль в этом контексте если к вам приходит налоговая и налоговая там задача не стоит на сегодняшний день все акты налоговых проверок ни одного такого случая не встречал все вопросы касаются нас сейчас дробление бизнеса использования фирма на него вот если вы дробление бизнеса используйте вот эти схемы даст достаточно там а получается что объект зарегистрировано какого-то индивидуального предпринимателя даюра все происходит как будто бы у нас объекта сектуальной собственности передвигается используется фактически он не приносит никаких доходов здесь риски могут быть а то что он будет выявлен такой практике к сожалению радости да нету вот но все-таки вам лучше его зарегистрировать это ведь усиливает ваше предприятие активы повышает и а я это мы говорим о том что у нас уже есть зарегистрированные запретения то есть но он не отражал какой-либо в течение не стоит на балансе поэтому мы его проводим инвентаризацию мы выявляем это этот патент и его без налоговых посредствий ставим по рыночной стоимости на балансе если мы говорим с вами о выявлении технических решений способных правовой охране это это а для упрощенцев там вообще никаких рисков нет так что вы можете применять ставить газу с уголок 14 можете вообще не применять и сразу будут подключаться как раз извините но лучше успеть если у вас не упрощенка основной успеть до конца этого года хорошо это не такие суммы так совсем другие объекты налоговложения спасибо большое так Вячеслав Сергеевич есть в условиях? не будет тогда я предоставлю слово специалисту компании Дэйли Оценки по бухгалтерии специалисту Веревкина Юлия Александровна Юлия Александровна только время OSE меня как каротенечка это arc к вопросу о учете да да здравствуйте